Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Вы знаете, вот у советского чувства было особое, у советского человека было особое, да, шестое чувство советского человека, чувство особого удовлетворения. Вот у меня есть похожее чувство, чувство особого удивления, которое очень часто посещает меня, когда я сталкиваюсь с вещами китайскими. Недавно я его испытал, собственно, она уже довольно давно построена, эта дорога, но я, так сказать, в подробностях узнал железная дорога в Тибет, которую китайцы построили, фактически из Пекина, Далхаса, можно доехать по фантастической совершенно высокогорной дороге, фактически считается, что по Луне проложили железную дорогу, идет на высотах там до 5000 метров практически. Вот герметические вагоны там с кислородом в них подается, автоматизированные станции, идет по ледникам особая, по вечной мерзлоте технология. Причем дорогу они построили за какие-то совершенно смешные деньги по мировым меркам, там 1200 километров и что-то типа там 4 миллиардов долларов они построили эту дорогу. Когда думаешь о том, что дорога от Адлера до Красной Поляны построена почти за 10 миллиардов долларов, и там 52 километра. Ну, это как-то, так сказать, сравнение напрашивается сами собой. Просто бы хотел поделиться вот этим чувством удивления. И не первый раз в нашей программе возникает тема Китая. В чем причины, в чем секрет китайского успеха? Китай в 21 веке. Что, у нас ждет китайское столетие или оно уже наступило, китайское столетие? Сумеет ли Китай овладеть 21 веком, как Америка овладела веком 20? Несколько лет назад вышла книга исторического макросоциолога-экономиста Джованни Ариги под названием «Адам Смит в Пекине», что получил в наследство 21 век. И там он говорит, что вот китайский путь победил, и 21 век, один из, так сказать, больших вариантов, которые произойдет в 21 веке, это будет победа китайского пути. Так вот, о всех об этих вещах мы хотели поговорить с нашим гостем. Это Владимир Малявин, китаевед, доктор исторических наук и профессор Тамканского университета Тайбэй, Тайвань. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Сергей. Вы, как я понимаю, не часто в Москве, и вот сейчас один из ваших приездов. Я часто сегодня, буквально, вы, извините, не хочу тут себя строить большого путешественника, один день только. Один день. Проездом, можно сказать. Проездом. Да. Ну, вы проводите основное время, вы живете там. Да, разумеется, я живу и работаю там, на Тайване. Это почти Китай, ну вот почти, но не совсем Китай. Но там, кстати, чувствуется вот эта разница? Конечно, чувствуется. Китай очень разный. Мы ошибаемся глубоко, когда, судим, о Китае как о каком-то едином монолитном такой стране. Она очень разная. Более того, она позволяет такое разнообразие жизненных и культурных укладов, которые, ну, невозможны просто в рамках европейской цивилизации. Очень долго об этом говорить, однако факт. Многообразие жизненных укладов, ну, посмотрите, внутренний Китай, вы сказали о Тибете. Я хорошо знаю эту железную дорогу. Кстати, она продолжается теперь от Лхаса до Шигадзе. В этом году она должна войти в строй, между прочим. Это еще 400 километров. Еще 400. Да, и, наверное, она будет продолжена дальше. Вы ехали по ней? Нет, я всегда, нет времени, знаете ли, как обычно, летаю самолетами туда. Да. Хочу проехаться, но как-то не хватает времени, потому что все урывками, все урывками в нашей жизни. Но, тем не менее, невзирая на вот эти вот региональные различия, есть ли некий общий китайский путь, так в кавычках назовем так? Ну, конечно, мне кажется, что есть. Он имеет очень глубокие корни. Во-первых, философские, познавательные. Не хотелось бы об этом сейчас много говорить, но нельзя это упускать из вида. Это особый совершенно жизненный культурный уклад, я бы даже сказал, особый мета-цивилизационный уклад, который, конечно, надо рассматривать в контексте вообще Восточной Азии. Ведь рядом есть Корея, Япония, Тайвань, Гонконг, между прочим. Юго-Восточная Азия, где живет огромное количество китайцев тоже. И все они представляют какие-то разные вариации одной вот модели, которую они разрабатывают по-разному. Вот Китай, как срединное государство, это китайцы так называются, представляет какой-то, я бы сказал, континентальный вариант развития, который, на поверку, оказывается, может быть, в макромасштабах самым эффективным. В чем тут дело? Китайцы сильны в области того, что можно назвать культуры как коммуникации. Ведь культура, прежде всего, коммуникация. Они удивительно эффективно сообщаются, да, согласованно друг с другом. Это очень трудно понять европейцу, надо сказать. Потому что сами понятия частного и общего вот в рамках этой китайской цивилизации, они, во-первых, вариативны. Потому что в Японии и в Корее по-разному воспринимается тоже. Это не Китай. Но, однако, имеют общий корень, общий знаменатель. В чем он состоит? Я даже затрудняюсь вам сказать. Я думаю, он стоит в следующем. Вот на сегодняшний день я бы так сказал. Человек в Китае вертикален. Он должен идти к небу. В Китае есть свой гуманизм. Но это гуманизм небесный, а не гуманизм индивидуальной личности, которая, вот как нам известно, в Евросоюзе, допустим, да, тщательная регламентация всех сторон жизни, которая имеет целью признать, оправдать или обосновать индивидуальное своеобразие каждого человека в его частной жизни. Вот давайте сейчас разное по порядку, потому что столько уже мыслей, мыслей накидали. По вертикальности отложим, да? Вот сейчас вот безумно интересно то, что вы сказали про коммуникацию. То есть что для китайца, китайцы понимают, что коммуникация это все. Что важнее человеческое общение, важнее каких-то, может быть, так сказать, объективных вещей. Совершенно верно. И именно поэтому они так вписались в информационную эпоху? Именно поэтому, потому что они долго ждали своего часа, пришли компьютеры, пришла коммуникативная цивилизация, телекоммуникация, которая начинает задавать тон в этой жизни, она становится регулятивным, регулирующим началом нашей жизни. И вот тут они как раз на коне. Почему? Потому что они не спрашивают другу, а ты кто такой? То, чем занимаются, по-моему, русские люди всю свою жизнь. Ты кто такой? Давай, до свидания. Ну, до свидания, до свидания. Нет, это вот это у нас знаменитый такой мем был. Я знаю, да, я слышал об этом. В любой ситуации человек должен взять другого за грудки ближнего и спросить, а ты кто такой? С какого ты района, да. Или, если ты начальник, то естественно, а я и так далее. То есть вот это выяснение отношений каким-то образом устранено там. Поэтому остается только некая объективная необходимость делания общего дела. Вот я, конечно, упрощаю, но это так. Вы знаете, вот такая неожиданная метафора, может быть, но вот она, то, что вы говорите, мне немножко объясняет. Меня всегда потрясало в Китае, ну, не был, не жил я там долго, неделю бывало жил, 10 дней. Я не видел аварий в Пекине. Очень мало аварий по сравнению с Москвой. Движение, на взгляд, абсолютно хаотическое. Но за этим хаосом кроется какой-то непонятный мне порядок, при котором они умудряются избегать аварий. Ну, вы знаете принцип китайской стратегии. Порядок выходит из хаоса. Создайте хаос и получите порядок. Это тоже очень китайское. И китайская жизнь, вот что общее между Гонконгом и Тибетом вообще? Да ничего. Это разные миры. Ну, вот в этом хаосе, если этот мир хаос, они вполне могут соотноситься друг с другом. При этом коммуникация имеет моральное значение. Потому что, когда мы соотносимся с друг с другом, мы берем на себя моральную ответственность, между прочим. Не надо забывать об этом. Я часто говорю, что высшая фаза соотнесенности или согласованности, это наша соответственность. Кстати, слова эти родственные и в русском языке, и в многих других языках. Итак, от соотнесенности или соотносительности к соответственности, вот чего требует китайская цивилизация. Кстати, это вопрочено в Китайской коммунистической партии, реально. Которая и представляет эту вертикаль морального восхождения. Но небо в данном случае не имеется в виду, конечно, небо голубое над головами. Небо это исток человеческой природы. Китайский гуманизм небесный, а не земной или индивидуальный, понимаете? Сейчас, оставаясь на теме информационной цивилизации, и может быть немножко в сторону от Китая, а почему Япония так успешно смогла стартовать после войны в информационную эпоху? Япония, понимаете, в чем своеобразие Японии? Она очень похожа на западные страны. Она приспособила китайские ценности для модерна европейского типа. То есть, техника доктринального, националистического, и все это покрыто националистической идеологией. Поэтому в 20 веке она тоже совершила грандиозный скачок. Она очень быстро модернизировалась. И очень быстро достигла больших высот. Но где-то она начинает сейчас уже тормозить, буксовать. Почему? Потому что японцам недостает того потенциала коммуникативности, который на самом деле есть у китайцев. И вот когда они влезли уже с головой в виртуальную информационную цивилизацию, выяснилось, что у них есть какие-то ограничения. Как мне кажется и на Западе. Потому что у меня такое ощущение, что европейцы чувствуют себя неуютно в информационном связи. Потому что она совершенно отрицает классические ценности Европы. То есть, объективная истина, индивидуальность, частная жизнь как жизнь души, сентиментальность и так далее. Всего этого нет и не нужно на Востоке. А китайцы это все имитируют, воспринимают как-то? Завидуют ли они этому? Ну вот эти, скажем, классические западные ценности. Весь этот индивидуализм западный. Нет, вот индивидуализм они не завидуют. Более того, они считают европейцев индивидуалистами и не хотят им в этом подражать. Хотя, конечно, психологически они завидуют, например, способности европейцев сочинить мелодраму, например. Или даже прожить ее. А потребительской цивилизации? Ведь они же активно участвуют в этом потреблении. Да, но ведь это только служит улучшению их коммуникативности. Это вопрос технической оснащенности для них прежде всего. Да, должна быть комфортная жизнь. Почему же нет? Но она работает-то не на индивидуальность как таковую, а на совместное бытие людей. Почему нельзя посмотреть на технический прогресс с этой точки зрения? Конечно. То есть, главное для китайцев это коммуникативность. А в чем цель этой коммуникативности? Добиться уважения коллектива, уважения общества? Это моральная цель, понимаете? Цель освободить жизнь для развития. Вот в чем дело-то. Потому что коммуникативность требует... Какое условие коммуникации вообще? Когда мы задумывались над этим. Надо сначала освободиться от всей рухляди, которая у нас в голове. Индивидуалистического свойства. Не бить себя кулаком в грудь. Вот я такой рассекой, великий. Я это знаю, то могу и так далее. А посмотреть, а чего рядом ближний-то хочет? Кто он такой? И притереться друг к другу. Это совершенно разные вещи. Абсолютно. Потому что европейская цивилизация нацелена на господство над миром. Это технико-доктринальная идеологическая цивилизация. У нас есть технология, и к ней пришпандорена доктрина, которая оправдывает наше господство. И что бы там европейцы ни говорили, но сейчас они, конечно, каются, не надо им этого колониализма. Потому что он просто невозможен. Это понятное дело. Но, в принципе, только Европа могла колонизовать Азию, а не наоборот. А у Китая нет идей доктринального господства над миром? Нет. Коммуникация символична, по сути. То есть это молчание, спрятанное в словах. Вот в чем дело-то. Поэтому вот вся эта техника работает на то, чтобы обнажить безмолвие в словах. Говорит это что-то нам или нет? Я не знаю. И тогда мы будем без слов, так сказать, безмолвно делать вообще дело. А вот смотрите, сравнивая Европу и Китай, правильно ли это будет метафора? Вот я иногда в уме так сравниваю. Это еда вилкой и еда палочками. Европа тыкает мир вилкой и протыкает его, и все пробует на, так сказать, на разрыв. Собственно, и медицина, да, европейская медицина рождается из скальпеля, из анатомического театра. Китайская медицина этого не знает. Да, китайская этого не знает, она не проникает. Она сохраняет целостность организма. Это первое... Так вот вилка, вилка и палочки. Строит у вас такая метафора? Ну, резать мясо, но оно все-таки порезано. Однако, обратитесь, пожалуйста, к этой гениальной притче древнего даотского философа Джуанзи о мяснике, который разделывал быка. А ведь это гениальное притчество, совершенно не фантастическое. Там был такой виртуозный мясник, который, не прикасаясь к быку, разделывал его тушь. Вот это чисто китайская стратегия. Сохраняй, причем, почему он его разделал? Есть там кровь или нет? Мы ничего не знаем. Но суть этой разделки состоит в том, что он дарит быку полноту его жизни, убивая его, между прочим. То есть, гораздо тоньше, между прочим, все здесь, чем нам кажется на первую взгляду. В смысле, что он исполняет предназначение быка или как? Он позволяет быку слиться с родовой полнотой жизни, ну, грубо говоря. Убивая его. Но он не убивает его. Он высвобождает его жизнь для родовой полноты. Индивидуальная жизнь освобождается в родовой полнотой. Мы не знаем, разделывает ли он. Потому что притча так написана, что мы не знаем, а где куски мяса, а где кровь, там ничего об этом не сказано. Там только сказано, что люди входят в такое музыкальное соотношение между собой таким образом, что друг друга они восполняют, а не подавляют. Вот все, что нам нужно. Ну, то есть, это да, это опять к вопросу о коммуникации. Ну, в этом и состоит смысл коммуникации. А в чем еще-то? Донести. А теперь давайте карикатурно изобразим западную. Или там, не знаю, то, что вокруг нас. Все кричат друг другу в ухо, как им плохо, и никто никого не слышит. Вот может такая быть ситуация? Тоже, может, вполне. Да, да. Это коммуникация, по-вашему, или что? Или вот эти все протесты, там, мордобои и прочее, прочее, то, что мы наблюдаем сейчас в Киеве. Это что-то коммуникация такая? По поводу чего, извините? Предположительно, по поводу развития какой-то личности. Какой личности можно говорить о развитии, когда люди уже начинают вести себя как звери по отношению к другу, а? Ну, это история всех революций нового времени. Ну, вот, да. Собственно, это история проваленных коммуникаций. К сожалению, она перекинулась и на Китай временно, но сейчас это все преодолено в связи с новыми технологическими условиями. Я так уж совсем, может быть, резко высказался, но мне думается, что это так. Мы продолжим наш разговор о китайской культуре, о китайской цивилизации с Владимиром Малявиным после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология» в студии Сергея Медведев. Помните, как у Гребенщикова прочел Даудэ Цзин и понял – попал. Говорим мы о Китае, о китайской культуре, о том, что такое есть в китайской культуре, в китайской традиции цивилизации, что делает Китай сегодня настолько успешным. И той цивилизацией, которая, может быть, возьмет аккуратно палочками, как мы уже употребляли эту метафору, не вилкой проткнет, не ядерным зарядом взорвет, а возьмет аккуратно палочками мир 21 века. Владимир Малявин у нас в студии, китаевед, доктор исторических наук, профессор Тамканского университета, город Тайбэй, Тайвань. И Владимир, а вот действительно прочел Даудэ Цзин и понял – попал. А китайцы сами читают Даудэ Цзин? Нет, они очень мало его читают. Они это впитывают как бы с кровью, с молоком матери. Они впитывают его. Я думаю, что, понимаете, как любая религия или любое великое учение, оно имеет свои какие-то бытовые формы, которые воспитывают людей, помимо даже их сознания и воли. Вот все, что мы видим в китайской жизни, это идет из Даудэ Цзина. Поэтому нам не нужно ставить памятник Лао Цзи и его предполагаемому автору. Но, понимаете, мы должны говорить о великих, больших величинах. История такая вещь, что мы часто видим только репь на воде. А вот надо уметь проникнуть в эту глубину народной жизни. И даосизм, безусловно, там в данном случае Даудэ Цзин точно определяет. Я долго сомневался, что это так. Но сейчас я убежден, что это именно так. Хотя китайцы, ну, не знают полностью Даудэ Цзина. И не надо его знать, вообще-то говоря. Потому что одно дело знать, а другое дело жить этой вещью. А насколько конфуцианство? Ну, то же самое, конечно, безусловно. Между ними нет разницы, понимаете. Объясняю. Если мы берем принцип коммуникации за основу, то конфуцианская церемония, безусловно, вот это любезное и обходительное поведение. Конечно, оно коммуникативно. Правда, оно ориентировано не на личность и индивидуальность, как у нас. Поэтому оно избавляет от вопроса, а ты кто такой, чтобы я перед тобой должен был бы расстелаться там, да? Этого вопроса не существует в Китае. Все зависит от должности. Если я начальник, значит я начальник. Все. Никаких разговоров. И это не потому, что они меня уважают, как профессора, допустим, или что-то еще. А потому что таков объективный порядок вещей. А начальник в Китае, он обладает какими-то особыми правами, вот как у нас? Безусловно. Он выше других. Почему? Объясняю. А по отношению к закону? Ну, формально нет. Но к моральному закону он должен быть более нравственен и более духовно развит. По идее. А, ну тогда это противоположно этой ситуации, которая есть у нас. Потому что чем выше ты в начальственной иерархии, тем больше тебе позволено, в том числе, в противоречии с моральными законами. Это не так в Китае, вы же знаете, там вообще-то расстреливают огромное количество чиновников за коррупцию каждый год. И это реальность. То есть это невозможно представить даже не в нынешней политической системе, а вообще в китайской культуре, что чиновник, скажем, там, не знаю, там, на машине задавил человека и уехал. Ну, все бывает. Конечно же, и сложнее. Я говорю о нормах, нормативных вещах. Как раз такие вещи вполне могут быть, но они часто и наказуемы. Это вообще вопрос, конечно, сложный. Потому что одно дело нормы, другое дело факты. Цивилизация не может существовать только на нормах или идеалах. Понятно. Но других нету. Я просто хочу сказать, что никто никогда не может обрести почву под ногами, если он будет просто голо протестовать против начальства как такового. Это смешно. Этого никто не делает. Так же, как и против богатства. Потому что китайская цивилизация так устроена, что мораль, авторитет, богатство и здоровье не раздельны в ней. Поэтому богатый человек вызывает уважение. И кроме того, он должен быть социально активным, как... Богатство накладывает некие социальные обязательства? Скажем, как в протестантской или старообрядческой. Накладывает. Потому что вы, находясь выше других, своим учтивым отношением к другим демонстрируете свое превосходство. В Китае есть благотворительность? Ну, есть. Приклонность, конечно. Но в основном она касается родственников. Потому что вы должны заботиться о своем клане. Такого абстрактного, это не свойственно Китаю, потому что все абстрактное, ну, маложизненно, вообще-то говоря. Просто отдать Христа ради, это не китайское... То есть, таких филантропов, типа Карнеги, Рокфеллеров, Третьяковых... Это не китайский стиль. Но это не значит, что в Китае нет добрых людей. Я могу привести массу случаев, когда богатые крестьяне, и вообще-то поощряется китайской моралью, обязательно. И китайские ученые всегда, когда был голод, всегда организовывали помощь голодающим. Это так. Но это вообще китайские, это опять-таки, да, вот к ключевой теме вашей коммуникации, это китайский социум каким-то фнастическим способностью к самоорганизации обладает. Какой, по-моему, никакая другая диаспора не обладает. Да, конечно. Безусловно. Чайна-тауны. Невероятно. Не дадут. Китайцу не дадут погибнуть за рубежом. Никогда. И существует сеть этих отношений, но она все-таки основывается на кланово-семейных связях, прежде всего. Потому что она наиболее естественная. Китайцы очень здравомыслящие люди. Они всегда исходят из реальной какой-то основы. Они не парят в облаках. Что связывает людей больше всего? Родственные узы. Вот давайте с них исходить. Мы можем их расширять вплоть до всего мира. Император должен заботиться о всех. На то он и император. По идее. Конечно, он может о них и не заботиться. Как это и было в реальности. Но цивилизация требует вот так. И другого не бывает. Почему в Китае столько имитаций? Они вообще не боятся, не смущаются имитировать, воспроизводить западные товары? Понимаете, очень сложная эта вещь. Я очень люблю эту тему. Подделки. Китай – столица, мировая столица подделок. Почему? Потому что китайская цивилизация отрицает тождество идеи и вещи. Понятия и вещи. И вот в этот разрыв между тем и другим влезает подделка. Для Китая вообще все подделка. В этом нет ничего особенного китайского. Фридриху Ницше принадлежит изречение. Мир есть копия утраченного оригинала. Представьте себе. Мы вообще-то в истории не видим никаких оригиналов. Куда мы взяли эту оригинальность, вообще-то говоря? Все, что мы знаем об истории, идет опосредованно. От каких-то косвенных источников на самом деле. Так же, как и наши знания. Наши знания всегда опосредованы. Мы никогда не имеем знаний, выраженного в понятиях, как непосредственно отражающую действительность. Неужели это непонятно? Понятно, что это именно так. Снало быть, все, что мы имеем, это как бы вот эта вещь. Поэтому в китайском языке нет различий между буквальным и метафорическим смыслами. Может быть, кажется странным, но это факт. Нет сослагательного наклонения. Китайцы могут сказать, я бы чего-то такое бы стал бы. Понимаете? А это очень важный момент, потому что... А как, китайцы говорят в простом будущем? Ну, они говорят просто. У них и будущего-то нет. У них нет вообще глагольных времен. Значит, у них нет сослагательности и нет, стало быть, юмора, который стоит за сослагательностью или возможности держать фигу в кармане на полтавского губернатора, грубо говоря. А в чем вообще тогда китайский юмор заключается? Юмор ситуационный просто-напросто. Он тогда более... Если нет вот этой модальности, как, скажем, в британском юморе, в русском, то он такой-такой, очень простой, физиологичный. С одной стороны, он очень простой, физиологичный, грубый. А с другой, вы знаете, вот тот же Дауд Эдзин, который я вам упомянул, он же юмористическая книга. Но ведь если все, что есть, одновременно есть другое, это уже смешно. А ведь смысл Дауд Эдзина стоит следующим. Легкое, тяжелое, тяжелое, это легкое. Что идет вниз, пойдет вверх. Что скривится, то распрямится и так далее. Тут все... Но ведь, по сути, это и есть юмор. Вот это столкновение, значение. Но оно вживлено в этот текст как таковой. То есть, короче, все, что китаец говорит, надо прочитывать одновременно с обратным знаком. И я вам даю самый простой пример китайской формулы. Сэши арсэй. Как будто так, а не так. Вот вся китайская модель. Но это смешно, согласитесь. Я говорю, вода, а это не вода. Я говорю, стакан, а это не стакан. Одновременно. Почему? Для китайцев важна коммуникация. А когда коммуникация совершается? Момент метаморфозы. Момент нашего взаимного преображения. Мы не можем коммуницировать, как булыжники. Понимаете? Если я есть я, а вы есть вы. А о чем нам разговаривать, простите? Мы можем только вступить в конфликт между собой. У нас не может быть коммуникации по определению. Конечно, европейцы думают, давай договоримся рационально. Значит, вот вам вершки, мне корешки и так далее. Конечно, договориться-то можно, но где гарантия, что я не потребовариваю? А как тогда вообще договариваться с китайцами? Я очень часто слышу от друзей бизнесменов, что невозможно. Это как говорить с водой текущей. Совершенно верно. Сверление дырок в воде. И у нас нет средств против китайцев, кроме одного, которым никто еще не догадался. Какое у нас средство есть против китайцев. А вообще, они настолько стратегично и искусственно мыслят, что мы, конечно, для них, и не только мы, но и европейцы, и американцы, они не состояние применения. А какое средство? Что вы так говорите? Ну, вы знаете, средство хитрое. Я бы назвал его казус Владимира Арсеньева. Знаете, такой был знаменит писатель. Мы все в школе это знаем. Да. Но мало вдумываемся в его Дерсу-Узала и всякие прочие. А ведь в чем там соль? А соль стоит в том, что там люди собираются в тайге, слушают легенды какие-то таежного края, и вместе открывают какой-то мир, который никому не принадлежит, но который принадлежит всем одновременно. Вот если китайцы вернуть к этому условному равенству со-открытие мира, на котором, мне кажется, стоит то, что можно назвать евразийской мета-цивилизацией, это не просто цивилизация, вот тогда с ним можно делать общие дела. Но для этого нужно самому хоть понять, что это и есть наша повседневная реальность. Я называю это археоистория, потому что это предел понимания исторического, за которым начинается темнота, темная глубина истории, заповедные места, темные старины, заветные предания. Все, конечно, мы так это привычно повторяем, а ведь этим можно жить, между прочим. Сейчас можно жить, когда мы отказываемся от химеры, какой-то объективной истины. Да нету этой объективной истины сейчас, не стало. В компьютере ее нет. Китайцы это всегда, видимо, понимали в этом суть их успеха. Дело в том, что дисплей и интерактивное пространство – это точно пространство китайского иероглифа. Поэтому для них тут ничего объяснять не надо. А, кстати, вот к вопросу иероглифа. Это их конкурентное преимущество, что они владеют двумя языками, что они пишут иероглифически и на пенение. Ну, на пенение они не пишут, конечно. Но на компьютере-то им приходится, чтобы иероглифы сделать, им же приходится через буквы набирать, да? Ну, это всегда у них так было в том или ином виде. Просто я все-таки подчеркиваю, что интерактивность компьютерного дисплея соответствует точному пространству китайского иероглифа. Какие отношения между отдельными секциями интерактивного пространства? Да никакие. Вы никогда их логически не определите. Возьмите любую тему, там, война в Ираке, ну вот, как это на экране телевидения, да любая совершенно тема, она предстоит в наборе самостоятельных сюжетов, которые вам вольны как угодно интерпретировать. Вот вам китайский язык, один к одному. Почему его трудно и одновременно интересно переводить с китайского. Вот, как я понимаю. К этому можно приспособить и вот эти самые буковки, конечно, которые на порядок для них проще и примитивнее, если так можно выразиться. Они же не мыслят себе, что есть знаки, которые соответствуют действительности. Но чушь это полная. Это греки придумали просто, потому что они по каким-то причинам не хотели принять жизнь, как она есть. А жизнь есть такая, что она постоянно меняется. А имеется в виду изобретение алфавита, да? Да, но это изобрели торговцы, которым надо было фиксировать свои отношения таким образом. Понятно, это чистая условность. А в Китае это не условность. В Китае это интерактивное пространство, которое дает реальный образ жизненного опыта, вообще-то говоря, и жизни, как мне кажется. И все это, короче, завязано на достижение или высвобождение, сохранение полноты жизненного опыта. А хочет ли Китай завоевать что-то? Ведь если так это дальше продлить, то Китаю не нужно никаких, так сказать, внешних каких-то завоеваний, рынков. Ну, мой ответ такой очень простой на это. Посмотрите, Китай уже стал всемирным государством, глобальным. Глобальной страной, не государством, конечно. Серия этих чайнатаунов. Они же везде. Китайский социум распространился по всему миру. Но в виде чайнатауна. Но что такое чайнатаун? Это социум внутри какого-то внешнего социума. Китай будет распространяться только в скрытой форме. И он никогда не вступит в открытый конфликт цивилизационной ни с какой цивилизацией, между прочим. Да, он может выступать и в военном плане, и так далее. В принципе может. Но не как норма и не как идеал. И он, кстати, не проецирует свою цивилизацию. Такого не стоит, как у Запада. Идеи, что ты скажешь, как Запад создал на несколько столетий некий нормативный идеал, институциональный идеал. Китай таких не ставит целей? Мы должны привыкнуть к китайскому вызову или парадигме. А в чем он состоит? Я еще раз говорю. Никакой образ реальности не соответствует. Все. Все есть только копии. А раз так, то по поводу чего мы должны вообще копию-то ломать? Если мы говоримся чистыми условностями, то где причина конфликта и спорта между нами? Знаете, вот вы сказали, очень интересно, я у меня подумал, если вы говорите, что все копия. У китайцев же очень много переписанных, сплагиаченных научных статей. Да у них все время так есть. Все сталкиваются. Сейчас же все эти наукометрические показатели, да, они дают надбавки. У вас тоже, наверное, в университете за публикацией в международных журналах. Это китайцы, мы исследовали этот рынок, все друг у друга переписывают, а то вы обуквировали статью на китайском, потом на английском, и никто не смущается. Ну, видите, если вы возьмете китайскую прессу, я, кстати, поэтому не читаю ее, там 90% вообще повторений всего. Потому что если кто-то хорошо сказал, почему же не повторить, если это хорошо и правильно сказано, согласитесь? Важно-то правильно сказать, ведь важен-то совместный объективный ход вещей. Напоминает, знаете, как напоминает грузинский тост, когда все это сказал человек, все говорят, ах, как сказал, не что сказал, а как сказал. Вот это вот немножко. Да, все переходит в стилистику. Все переходит в стилистику. Ну что ж, продолжим разговор о китайской стилистике после перерыва. И снова добрый вечер. Программа «Археология». В гостях у нас сегодня Владимир Вячеславович Малявин, китаевед, доктор исторических наук, профессор Тамканского университета города Тайбэя. Говорим мы о секрете успеха Китая, о том, что такое Китай в 21 веке и какое это все имеет отношение к китайской цивилизации, китайской философии, китайской культуре. Россия, вот в этом смысле, стоит ли бояться Китая? Потому что, конечно, китайская угроза – это одна из таких наших констант нашего сознания. И вот якобы, так сказать, и Чайна Тауны, и лес у нас китайцы вывозят, и лягушек наших несчастных китайцев вывозят. Вот, но как-то все это очень неоформлено, непонятно. Вот понятно, там когда был Даманский, ну понятно, там вот спорят остров. К сожалению, мы отдали этот остров. Надо было сделать по-другому, ну это, как говорю, как обыватель или обыватель-гражданин. Ну ладно, оставим эту горькую тему, надо по-другому. Ну, помимо территориальных споров, вроде как там разобрались с Фарватерова-Вамура. Но в целом, по большому счету, в 21 веке, вот я не знаю, читая Сорокина, да, я очень уважаю Сорокина. Вот то, что он пишет, начиная, я не знаю, там, и Телурия последняя, и День опричника, какие-то вещи очень четко он улавливает. Вот у него уже в книгах лет 15 это проходит, что весь мир будет так или иначе ориентироваться на образцы китайской культуры, китайские слова проникнут в язык. Вот это вам кажется реалистичным сценарием? Мне это не кажется реалистичным сценарием по одной простой причине, еще раз подчеркиваю, уже, наверное, в сотый раз я хочу это сказать. У Китая нет форм культуры, которые бы оправдывались метафизически, понимаете, или идеологически, может быть, так можно было бы сказать. У них есть формы коммуникации, которые символичны по своей сути, и вообще-то никакой особой формы не имеют. А почему остальной мир не может это воспринять от них? Вот этого я не знаю. Может, почему же не может? Ему придется это усвоить в той или иной мере, но глобальный мир будет смешением западного и восточного мировоззрения в этом смысле. Потому что и то, и другое есть логически две возможности познания мира. Пока одна из них, вот восточная в данном случае, заданная Китаем, никак в голову европейц не войдет. Она входит, но с большим таким трудом, потому что европеец привык считать себя господином мира. И он ищет, у него же истина, логос-то где? Ну, здесь, у нас, в Европе. Какой может быть логос быть на Востоке? На Востоке не нужен логос вообще. Тут выясняется, что нет предмета для спор. Вот когда это выяснится окончательно, тогда у нас... Ну, это такой, да, затянувшийся кризис модерна, затянувшийся кризис картезианской цивилизации. Лично я могу показать, нет времени просто, это особая философская тема, что на самом деле Восток и Запад могут дополнять друг друга в пространстве так называемого постмодерна. И я думаю, что мы когда-нибудь придем к двум системам европейской и евразийской, мета-цивилизационным, из которых будет состоять глобальный мир. Он будет двойной, в котором будет как бы два мира параллельно существовать. Как они будут соотноситься между собой, это уж за горизонтом нашего сегодняшнего бытия. Но бояться Китая не надо, как и Восток всего. А почему в России не приживаются чайна-тауны? Я вижу, чайна-тауны в Америке, как они как бы хорошо в Сан-Франциско, ну и везде сидят. Ну, я объясняю только тем, что Россия настолько глобальная, сверхглобальная держава, что у нее вообще реально нет никаких норм, сдерживающих там внутри принципов. Китайцам не на что опереться. Китайцы всегда танцуют от какой-то печки. Пусть это будет французская, американская, какая угодно печка. Согласен, а почему глобальная Россия? Я как раз вижу очень такой провинциальной и неспособной. Я думаю, что она суперглобальная. В том смысле, что она открыта всяким цивилизационным укладом, на мой взгляд. И в этом смысле рано или поздно век России придет. Вот в этом контексте цивилизационных отношений, конечно. Но глобально она открыта всем, и она в результате очень аморфна, если я продолжу вашу мысль. Аморфно, безусловно. И вот на этой аморфности китайцы не знают, как к ней пристроиться. Совершенно верно. Совершенно верно. У них нет никаких устойчивых точек отсчет для себя. В любой другой цивилизации, может быть, у них это есть. А вот здесь они теряются и расползаются. Ну да, в Америке вот есть шериф, с шерифом можно договориться. А у нас с кем договариваться? У нас непонятно с кем договариваться. То ли с братвой, то ли с местным населением, то ли с властью. Но дело в том, что русский всегда еще и опротестовывает вся цивилизация, понимаете? Поэтому настолько этот аморфный русский уклад не позволяет им кристаллизироваться здесь. Правда, не надо забывать и о том, что вообще политический уклад китайской, восточной цивилизации, он ведь имеет два полюса. Я еще раз хочу подчеркнуть. Небо и землю. Небесный полюс власти, он вообще не виден для нас. А земной полюс это повседневная жизнь. И повседневная жизнь, вот когда этих лягушек-то несчастных выводят мешками, понимаете? Он и то, и другое непрозрачно, обратите внимание, друг для друга. Вы не можете объяснить, нет той политической цельности, к которой мы привыкли. Как вот социум или политикума европейского существует, social body, да? Социальное тело, в которое должно быть цельно, принципы, декларации, все понятно. Здесь ничего нет вообще. А существует два полюса. Значит, аморфная жизнь течет повседневная. На чем она стоит, никто не знает, потому что она просто не видна. Вот попробуйте определить повседневность. Что это такое? Ничего. Это просто чистая спонтанность. Все, что угодно это может быть. А с другой, небесный символизм империи, какой-то запредельный совершенно, который доступен только высшим там каким-то умам, моментам высочайшего морального напряжения, ответственности и так далее. Коммунизм китайский вписывался в эту... И вписывается ли вот в эту вот... Ну, с коммунизмом сложное дело не сталкивается. Я хочу начать с Мао. Маоизм вписывался в то, что вы рассказываете. Здесь есть две половины. Маоизм – форма модернизации Китая. Это очень болезненный процесс. Все его так... То есть рационализации. Но выяснилось, что Китай модернизировался ровно настолько, чтобы сохранить себя как немодернистское государство, грубо говоря. Да? И вот сейчас мы это знаем точно. То есть они восприняли модернистские технологии? Совершенно верно. Организационные какие-то практики? Отчасти идеологии. Это было нужно. Ну, потому что старая цивилизация утратила тот стержень, на котором она стояла. По ряду причин. Так, как и русская, между прочим. В 17 веке возьмите. Но еще взялся Раскол. Потом Петр Первый. Потом революции две страшные. А старая когда утратила? Еще, может быть... Ну, я думаю, задолго до появления европейцев. У меня есть книга, которая называется «В сумерке дау». Там очень подробно описано, между прочим, вот этот процесс забвения китайской традиции в том виде, в котором я говорю. Почему? Потому что символическое миропонимание не имеет заградительных мер, чтобы себя сберечь. Оно рано или поздно расползается и приходит в модерн. А модерн стоит на субъекте и объекте. Там все равно сандалили. Все понятно. А вот суть жизни традиционной утрачена в этот момент. Но провиденциальным образом, я бы так сказал, новые телекоммуникационные, цифровые технологии вдруг вытащили необходимость этой коммуникации на передний план. И тут Европа скукожилась, понимаете? А Китай сначала Япония, а затем Китай. Сначала Япония, а потом Китай на Канье. Вот какая вещь-то получается. Так вот, возвращаясь к маоизму и к политическим формам маоизма, это что, были какие-то, ну, хорошо необходимые такие модернизационные эксперименты? Или они все-таки стояли на вот этой вот большой китайской вертикали, идее империи? И то, и другое. И то, и другое. Правда, это никак не соотносилось, не продумывалось, да, с самими-то китайцами. Это понятно. Это сопровождалось с борьбой, с конфуцианством, с искоренением. Да, это модернизационный аспект. Вот, но акцент на моральном совершенствовании, например, который и в Гаминдане, и в КПК стоял на первом месте, понимаете, совершенно невиданный и непонятный для нас, потому что он сохранился в Китае и сейчас сохраняется. Тот, кто себя не совершенствует, того ставят буквально к стенке, понимаете, потому что он уже не человек. То есть человек отчеловечивается в той мере, в какой он предан нравственному совершенствованию. И это не пустые слова. Это у нас пустые слова. А там нет. И нынешний вот моральный кодекс строителя коммунизма, ну, на полном серьезе, для них коммунистическая партия это некая моральная доминанта. Мне кажется, да. Мне кажется, да. Хотя, конечно, есть диссиденты и все такое прочее, но диссиденты интеллигенты. Им недоступно понимание народных основ жизни. Так же это везде и в России. И они националисты, социалисты или фашисты, интеллигенты. А народ живет по другим понятиям-то. Это же надо понять тоже. То есть коммунизм это морально и власть это морально. Чем выше ты во властной иерархии, тем более ты и морален. А в чем смысл морали? Преодолеть себелюбие. Не иметь корысти. Ну, в этом смысл морали. Другого не вижу. И как только вы очистите сознание от своего субъективности, вы будете морально и коммуникативно одновременно. И одновременно к вам придет власть и богатство. Потому что как же вы будете делать бизнес, если вы корыстны? Извините, это не бизнес. А это какое-то воровство. А сын неба, император, это воплотилось в первых лицах Китая коммунистического? В той или иной мере, да. В полюбюро. Безусловно. Более того, воплотилось сейчас. Мы же ничего не знаем, как они живут, как они принимают решения. Это настоящий запретный город в Пекине. Только время от времени, как и император, выходят люди, зал встает, овации и до свидания. Но ведь они могут менять людей. Понимаете? Причем это делается мирно и разумно. Уже пятое поколение руководителей КПК сменилось совершенно мирным образом. То есть человек может уйти на покой без скандала, мордобоя и так далее. Вот что делает сейчас Дзян Замин? Пишет мемуары у себя дома. Выращивает цветы, между прочим, и так далее. Вот вам карьера конфуцианского чиновника. Уйти, когда нужно. То есть нет узурпации власти и приватизации власти. Потому что если есть узурпация власти, значит нет коммуникации. Значит появляется субъективность, разрушается коммуникация. Да, существует какая-то корпоративность этой власти, такая вот дурная, которая не пускает никого к себе. Ну понятно же, что это. Хорошо, а Мао тогда это был каким-то исключением? Фактически же культ личности получается? Что такое Мао в истории Китая? 30 лет, понимаете? То есть, причем половину из них он провел в военных условиях, военно-полевых фактически. Он просто воевал за власть. Ну то есть Мао в каком-то смысле выпадает из вот этой большой традиции. Я бы сказал, что это вывих к китайской истории. Но он необходим. Так же как Тибет. Вот он модернизировался благодаря Китаю со страшными там трагическими историями. Понимаете? Но теперь уже Тибет не вернется в то состояние, в каком он находился до 1951 года, условно говоря. И тибетцы могли бы поблагодарить Китай за вот это. И в той или иной мере все они проходят. Тибет начал позднее, и еще болезнь у него получилась. Япония начала раньше, и благополучно все прошло. Китай начал позже, но там со всякими страшными войнами, но вышел на вот как раз на нечто противоположное. Вот так я бы сказал. Как они смотрят на нас сейчас? Северные варвары? Да, примерно так. Но они и на весь мир так смотрят? Я думаю, что да. То есть это у китайцев... А в чем... Откуда они берут это чувство превосходства? Я еще раз хочу сказать. Потому что они видят, как европейцы обращаются друг с другом, и у них волосы встают на голове. Потому что дыбом встают. Потому что, ну как же, люди же не понимают... Как будто систематически не хотят друг друг понимать. И работать совместно на общее благо. Понимаете? Ну простая вещь, казалось бы, да? Вот и все. Ну правда, это не значит, что они и презирают европейцев. Конечно, у них деньги там и так далее. Технологии, их надо брать. Безусловно. Но Китай так устроен, что вы возьмете все технологии, какие есть, но останетесь китайцами. Понимаете? Это, правда, большой вопрос, но я думаю, что это так. Есть китаисты, которые считают, вот еще немножко поучатся китайцы в Америке, в Европе, вернутся и сделают из Китая Америку. Не сделают. Вот и все, мой ответ. Вот. А почему не сделают? Вот это и есть вызов для нас, в том числе китаеведов, чтобы на это ответить. Ну, собственно, это в языке может быть прописано, ну, какие-то такие смутные понятия, как код культуры, то, что воспроизводится вот этот вот примат коммуникации, создание общего блага. Ну, я не люблю этих слов, там, коды, там, что-то глупости. Ну, да, да, я понимаю, это такие размытые понятия. Ну, да, конечно, можно идти к этому и через язык, если знать, к чему идем. Но мы не понимаем, к чему мы должны идти-то, понимаете? Мы до сих пор упорно отворачиваемся от этих вещей, как мне кажется, во всяком случае. И не можем договориться с китайцами реально. Сюсюкаем перед ними или боимся их, понимаете? И то, и другое есть крайности, которые показывают, что мы не можем сообщаться с китайцами по каким-то причинам. Ну, подождем. То, что вы вот предлагали, что им нужно, как вот Дирсу, Зала, предложить какое-то общее дело, Совершенно верно, совершенно верно. По поводу которого мы можем бескорыстно коммуницировать. И идти от корней этого дела. Для этого не обязательно дипломатия. Вот превратить все Евразийский континент в вот такую периферийную зону, как, конечно, я понимаю, что это трудно сделать. Мы не можем вернуть ситуацию Арсеньева в сегодняшний день. Но мы можем понять, что она вечна и повседневна. Мы можем прийти... Что такое туризм? Это бессознательное желание прильнуть к этой архе истории. Увидеть эту непрозрачную глубину истории. Именно пережить ее. Что же люди миллион срывают с своих мест и смотрят на какие-то развалины? С точки зрения цивилизации, это вроде бы не нужно совершенно. Но это нужно человеку. Вот ее надо вернуть и поставить на место. И вот тут с китайцами мы можем говорить. Правда, Китай разный, как и Россия. Есть власти, а есть народ. Естественно, как и в России. Вот надо понимать все эти этажи. Надо понимать ценности и мотивы, которыми руководствуется. Из чего устроен весь цивилизационный уклад Востока. Мы этого... Вот я к ужасу своим должен сказать, что сколько книг понаписано, мы ничего не понимаем. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы вообще в каких-то потемках бродим. Мы не ближе к Китаю, чем европейцы. В смысле, возможности понимания. Мы ближе к Китаю. Посмотрите, как писали русские о китайцах в 19-20-м, начале 20-х веков. Мы не колонизаторы по отношению к Китаю. Первое. Причем эта тема идет сплошняком. Они это ценят? Они это осознают. Китайцы ценили и сейчас ценят. И главное, русские могут с китайцами общаться. Европейцы не могут. На каком? Вот именно за счет вот этой коммуникативистики? За счет того, что мы можем открыться вместе тому, что никому не принадлежит в отдельности. Вот и все. То есть, сооткрытие мира совместно. Китайец на это способен. Ну, то есть, с русской стороны мы можем предложить вот эту свою коммунатарность, да? Которую там Бердзяев говорил. Общинность какую-то. Так она и есть и в Китае. Это вообще вообще евразийское дело. Правда, здесь, конечно, и свои нюансы. Мы должны дополнять друг друга, да? У меня есть статья о русском скифстве и китайском Чайнатауне. Это разные вещи. Тем не менее, для китайца даже эта русская утопия, романтическое скифство, да? Скифы мы азиатам и так далее. Она может быть привлекательной. Как вызов китайству как таковому, да? В то время, потому что скифы где-то еще, да? Да, русский всегда за горизонт бежит. Китай всегда бежит к себе, вовнутрь. Чайнатаун всегда внутри какого-то общества. И он не виден. Он всегда внутренний социум. Вот это внешнее и внутреннее в каких-то сопрягательных отношениях между собой находятся. Мы должны искать и артикулировать их, в том числе, я не знаю, идеологически и политически. Потому что надо отказаться от европейской традиции политики. Она уже не работает. Мы живем в постполитическую эпоху, где должны быть полностью сменены вообще ориентиры политической жизни. А в чем вот это постполитическое взаимодействие России и Китая, может быть? Мы должны отказаться, во-первых, от совпадения идеи и вещей, да, идеи. На чем стоит публичность политики, да, которая стоит на каких-то принципах, формах определенных. Потому что она лживо стала, она стала обманом. И мы это знаем хорошо. Просто пока не можем заменить. Из-за этого происходят все эти срывы и так далее. И отработать евразийскую модель двух полюсов, небесного и земного. Где все стоит на разрыве и пустоте. Понимаете? Идея пустоты важна в Китае? На ней все стоит? На ней все стоит. И заметьте, пожалуйста, что евразийский континент, в центре его находится пустыня, между прочим. В отличие от Европы, в центре которой находится форма, сущность какая-то, которая излучается, эманирует во все стороны. А тут наоборот, в центре Евразии пустыня. А кто живет в пустыне? Пустынножитель, пустынник. Он проповедует пустынничество. То есть, он сообщается с людьми через безмолвие и т.д. То есть, здесь нет никаких форм. Это чисто современная, кстати, постмодернистская политика. Она называется постосновательной. Так можно выразиться. То есть, общество бездействующее. Когда разлагаются формы общества, выявляется подлинная социальность людей. Вот на этом стоит Восток. Я долго думал об этом, но я допер до этого в Тибете. Когда я видел жизнь тибетцев, совершенно разобщенных между собой, не умеющих по европейским понятиям координировать свои действия, в каком бы то ни было. И не только они, между прочим. Так же и китайцы. Вы же видели это. Они там, у них хаос там на улицах, да, и так далее. И при этом страшно сплоченные внутри. Почему? Потому что они имеют образцы глубокой внутреннего всматривания в себя. Они знают дно психической жизни человека, который объединяет человечество. Им не нужно там фигульки, которые развешаны вовне них на поверхности жизни. Это их не интересует. Тибетцы в этом смысле не отличаются от основных, так сказать, от ханьских китайцев? Я думаю, что вот с мета-цивилизационной точки зрения, это, конечно, единый регион. Безусловно. То есть и буддизм, и буддизм, и конфоцианство здесь они сходны. Безусловно. Хотя они, конечно, совершенно разные. Более того, это ведь не отменяет войн. Они же постоянно находились в военном, и в Монголии тоже самое. Посмотрите, какие конфликты страшные. Нормально. Это евразийская вещь. Не имеет значения этнос, не имеет значения социальный уклад. К любому и кочевнику, и тибетцу, любой может прийти и влиться туда. Это так же примерно, как Гоген поехал на Гаити, и его туда пустили. Нормально. То есть чужак... На Таити, простите, не Гаити, что-то я говорил сюда. То есть чужак может войти... Почему? Потому что он открывает с ними мир. Они живут этой мифологией своей, условно говоря, которая дает какой-то мир за порогом истории. Ну да, здесь это какие-то преимущества пустоты такой, в таитянском случае, у Гогена домодернистской пустоты. То, что в этой пустоте возможно пространство коммуникации основать, которое будет не привязано к каким-то вещам и понятиям. Говоря о вещах, одна из тех, вот, читая ваши тексты, интервью, я видел, что для, вы говорите, для Китая невероятно важно понятие дерева, да? Это вот смысл вот этого мирового древа, связь неба и земли? Для китайцев важно рост, жизненный рост, рост вообще живого, который совершается неумолимой необратимостью, если так можно выразить. Вот закон всего мира. Жизненный рост, который совпадает с моральным совершенствованием, в конечном счете. Вот я еще раз хочу сказать. Поэтому биология и духовность не разделены, не разделены на Востоке. Отсюда желтая опасность, как бы, для европейца, да? Ну как же, у них духовности никакой нет, смотрите, им бы только пожрать бы, и так далее. Да, они очень ценят тело. Почему? Потому что тело имеет свое сознание. Восток имеет иное понимание сознания, потому что там нет разрыва между идейным и материальным, субъективным и объективным. В принципе, нет. Ну да, то, на чем Библия изначально основана, отделен дух от воды, да? Ну, в общем, да. Нетрансцендентно-имманентная эта позиция. Ведь до сих пор европейцы не поняли этого, вообще-то говоря. Откроют любую книгу, там все эти оппозиции есть. А ведь это не имеет никакого отношения к реальности на Востоке. Вот до чего дело-то доходит. Мы до сих пор не научились принять хотя бы это. Потому что, если мы это примем, то что же остается-то, господи? Кроме жертвы, вроде ничего, да? Мы же не понимаем этого. А то, что вот возьмите китайское уши, вот эти странные вещи, которые они, там, удары на расстояние, ну, цирк, там, да, гипноз или что-то еще. Мы же не понимаем, что тут есть какие-то ресурсы организма. И вот вся эта китайская медицина, стоящая на энергетике тела, она, как ни странно, работает, она действенная. Это потому, что она понимает, да, что тело не механистическое. Совершенно верно. Не как автомат, а как вещь, наделенная собственным каким-то духом и сознанием. И она сама по себе, да, вот, сама по себе может быть более цельным и духовным, чем, собственно, абстрактное сознание. Мать, увидевшая ребенка под автомобилем, может поднять машину, потому что в этот момент она предельно сосредоточена. Но вот вам мастер китайского уши. А это реальность, между прочим. Я это знаю точно. На своей шкуре много раз испытал. Значит, надо заняться этим делом. Но нам, зачем нам заниматься, когда у нас есть доктрина правильная, нам уже все сказано, да. И есть техника, которая вот, доктринально-технологическое такое отношение к миру. Значит, я буду сидеть на диване, поскольку истина уже известна, да. Смотреть телевизор, ну и, наверное, на самом деле я буду деградировать, фактически. Ну, я думаю, что наши слушатели, которые последний час провели с нами, мы как раз не деградировали, а занимались по возможности самосовершенствованием, пытаясь следить за ходом мысли Владимира Малявина. Это было безумно интересно. Я еще больше убедился в том, насколько велик, насколько отделен, насколько непонятен мне пока что еще. И, в общем-то, я думаю, по большому счету не понят Китай. Но вот такие люди, которые связывают две культуры, в данном случае европейскую, российскую культуру и китайскую культуру, как Владимир Малявин, нам в этом помогают. Так что, что я могу сказать на прощение? Занимайтесь самосовершенствованием, морально растите над собой, будет вам счастье. В гостях у нас был Владимир Малявин, китаевед, доктор исторических наут, профессор Тамканского университета Тайбэя. Я Сергей Медведев, это программа «Археология». Доброй ночи и удачи. Доброй ночи.